Тедекс Сегодня вы послушаете спикеров, которые проявили желание выступить на этой сцене. В брошюрах есть все темы и кто сегодня выступает. Многие из спикеров выступают первый раз, поэтому давайте все поддержим их. Итак, давайте я представлю первого спикера. Сегодня был концерт, посвященный Дню независимости. Хотелось бы вспомнить то, как мы жили до независимости и то, как мы живем сейчас. Мы многим благодарны на это нашей стране. Давайте послушаем, что преодолела наша страна и как было до независимости. Встречайте Камилу Архпаевну. Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 И начала организация Free Software Foundation с концепцией открытого и свободного ПО. Это каноны свободного ПО. И первое у нас, свободовую программу с любой целью. То есть, это не имеет значения, кто вы, откуда вы. Главное, что вы пользуетесь программой так, как вы хотите. И никто вас за это не засудит. Свобода изучения того, как программа работает, адаптация к своим нужным. Если говорить киковским словарем, то кастомизировать. То есть, менять под себя так, как вам удобно. И это позволяет вам делать все, что вы хотите. Свобода распространения копий, чтобы помыть своим соседам. Это должно быть пиратское лого. Но, однако, то, что говорим о Free Software, то есть открытое ПО, свободное ПО. Говорит, мол, что пиратство это невозможно, поскольку все то, что распространяется под этой лицензией, бесплатно. Абсолютно. И там код абсолютно открыт. Свобода получит программу, выпустит свою совершенствование, все такое. Это говорит о том, что вы можете помочь своему другу, соседу и всему миру. И оставить след в истории, в истории open source и свободного ПО. И это все. И то, что вы видите тут, это еще не все программы, которые выпущены под этой лицензией. Есть множество из них, и даже многие школьники в нашей школе используют, например, Inkscape, один из них. И это лицензии. То есть, под Free Software Foundation выпускалась не одна лицензия. Например, одна из них, GNUZPL. Тут еще можно заметить Apache, потом Cecil, APL, PSD и все такое. И одной из главнейших из них является университетская лицензия. Эта лицензия была создана при Калифорнинском университете Беркли. И одним из главнейших продуктов это PostgreSQL. Которым пользуется, кстати, наша школа. То есть, наша школа пользуется тоже свободным софтом. И многие даже это не замечают. И знаете что? Яндекс. То есть, различные артификансы пользуются в своих серверах, в мейнфреймах. Операционная система FreeBSD. Которая полностью открыта и имеет возможность модифицировать все так, как вы хотите. А компания Google использует RedHub OS. То есть, RedHub это такое же серверное решение. То есть, серверная операционная система, которая позволяет вам менять так, как вы хотите. То есть, она тоже бесплатна, абсолютно. А вот Евросоюз использует тоже свободное ПО, а именно в государственном секторе. Почему? А потому что Collaborative Office это известный форк, так сказать. Live Office, то есть офисного пакета самого известного в Европе и в мире open source. Вопрос, что сейчас переходом на проперетарное ПО, которое нужно оплатить и тому подобное, уже есть слежка. И вы не знаете точно, есть ли там телеметрия, какие логеры или там что-то еще и за вами могут следить. Что говорит о том, что там не используют Windows и там полностью свободное ПО. Но многие знают про это лого. То есть, NASA, космическая организация. И они используют тут запущенная операционная система, самая одна из, так сказать, Рассуждение дистрибутивов Linux называется Ubuntu. И многие ученики знают про это. И они используют это для своих вычислений, для запуска ракет и для форсинцелей. И даже МКС использует свободное ПО. Расскажу вам один факт из истории Linux. Был один разработчик Linux, ядра Linux. Он врач-анестезиолог. Представляете, простой врач-анестезиолог. Он разработчик Linux. И не имея никаких профессиональных знаний, он смог увеличить производительность процессора на 60 раз. Благодаря использованию обычного кода, он смог достичь такого результата. И это говорит о том, что каждый, кто сидит в этом зале, может изменить что-то и сделать его лучше. Сделать мир лучше. И даже 96% почти всех серверов работают на Linux. То есть, ваш БК, ВК, Фейсбук, Инстаграм, Ибэй, Яху, все работает на операционной системе, которая полностью свободна. Не просто операционная система, а свободный софт, скажем. Но все, кроме Microsoft, естественно. И комьюнити Linux, комьюнити Open Source, говорит о том, что не имеет значения, какого вы возраста, сколько вам лет, откуда вы и все такое. Но самое главное, что оно учитывает, это то, что вы улучшаете мир, кем вы ни были и откуда вы ни были. И мир Linux и мир открытого ПО состоит из альтруизма. То есть, тут нет никакой коммерции, и они борются против коммерции. И знаете ли вы, за эти 20 лет существования свободного ПО и тому подобное, почти весь интернет и вся технология работает на открытом ПО. Что говорит о том, что мы улучшаем мир благодаря коллаборативной культуре. В общем, я знаю, как стать хакером. Если что, пишите. Спасибо. Давайте подвесим от следующего спикера. Это Салтанат Туранова, ученица 9-го A-класса. Меня зовут Салтанат Туранова, и давайте поговорим. According to the research conducted in the UK, the average British feel unwell 80 times. It means that they feel back pains, colds, nervous disorders, and also something like that. And it means that 21 days in year, or 1649 days of our life, we get respiratory treatment. And when it means that we call the doctor at least three times a year, it turns out that 4.5 years of our life we get sick. How do you think, how many times we ill alone our life? You will get a shock, but we ill 6284 times. Yeah, it's a very big number. Okay, and 200 times we ill with cold and flu. So, we are going to talk about cold and flu, and my topic is how we can avoid cold and flu. All of us have healed with cold and flu. And everyone knows about many reasons of flu. Yes, we think that it's very simple to do it, and we think that it's very simple to remember it. But, yes, we know reasons, we know about prevention, but still we are sick. Why? I think everyone in this room has this question. Like, don't do anything to get such effect on our health. Because, yes, it's true, people say that traps set the eyes. So, look at the traps. How many times told us to wash our hands? But, we don't do that. Half of us don't do that. We don't wash our hands. And, how do you think? But, did we remember what we did? No. But, did we remember what we did with hands before? Eating, for example. We pounced on food with dirty hands. It's terrible. Do you remember? We spent all our time with our parents, playing different games, and also we spent all our time in the bus. And, how do you think? How many terms did you carry with you after all this? American and British scientists studied 50 students. And, they told, they told us that more than 100 gems can be in everyone in this room. Everyone in this room. Because, we spent all our time with our animals, it's a big danger. Yes. And, interesting was that. Germs like, terms, 50%, more than 50% of germs like, more women's hands than men's hands. And, let's talk about how to avoid this problem. This reason is, this reason is, we don't wash our hands. So, we can avoid it, two minutes in warm water with soap, and everything will be fine. Okay, and, let's talk about the next reasons of flu. We are really lazy to do sport activity and exercise. Scientists have shown us that, people who get into the sport, get into the sport, are good, people who get into the sport, have good immune system, and can resist the flu. Unlike the people who prefer passive lifestyle. So, we can't prevent this problem. We should just get into the sport, or even doing exercise. Alright, okay, um, I want to talk about daily meal. Yes, um, now you think that, um, you think that everyone knows about daily meal, yeah. But, half of us don't eat minerals and vitamins. But, we should eat minerals and vitamins, because it gives us more energy. It gives us more, uh, it gives, uh, for our immune system, good effect. And, you can see the cow with the flu. And, perhaps, uh, the biggest danger comes from animals to humans. Because, uh, millions of, uh, millions of animals, uh, migrate over long distances. And, they transfer, and they transmitted through viruses. And, um, they get, they get new flu viruses. And, two viruses exchange in the animal, and, to the result, as a result, we have a new mutated virus. For, human, human don't have, human don't have, uh, humanity for this new virus. And, we are, yet, sick. So, the best prevention of the problem, is, um, get vaccine. If, we get vaccine, we can prevent this problem, because our body, our body produced, um, more, our body produce more antibodies, that can prevent it, and that can protect us. And, um, so, uh, before, it can be, it can be big harm, before, it can be big problem, okay? And, um, it's, uh, how we can prevent, um, our, how you, how you can prevent, yourself from the flu. You should, uh, get that snake, you should, uh, go to the spot, you should, uh, synthesize your toothbrush, also, something like that. Okay. And, um, okay, the best question, again, is the blue garlic, and transpiration, to travel freely. Okay. Um, there is a global poverty that can attack everyone, anywhere. There is a global killer, the flu influenza virus. This can attack anyone, anywhere, and we don't know about it. Most of us have healed with fluoro cold, and, uh, most of us safely recovered, but, but some of us, um, did. Because, uh, because, uh, because flu viruses transmitted, uh, every day transmitted. They have many, many types, and it's very bad, it's very terrible for us. Because billions of people every year, billions of people every year, billions of people every year eat with this virus, and hundreds, several hundreds, several thousands are dying. I told about how you can save yourself from this, how you can protect you from this, from this global killer. И я хочу сказать вам, что все в ваших руках, и вы решите, живете или умерете. Здравствуйте! Меня зовут Рита, и я уникадиктен. И вы также знаете, что я у меня очень большая нервная система. Я очень боюсь этого этапа. Поэтому я хочу начать с вами поговорить. Уникадиктен — это очень большой проблем и очень большой проблемой, и очень большой проблемой, и очень большой проблемой. У всех ваших видов, и у вас нет времени делать что-то. Это проблема. В общем, у меня нет времени для работы. Я думаю, что все знают, что слово «плещер» означает. Но, unfortunately, сейчас я не стараюсь видеть, что несколько партнеров из студентских видов. Это происходит, особенно в 21 сентябре, в сентябре технологии. Потому что сейчас у нас есть все для комфортной жизни. У нас есть смартфоны, laptops, tablets. Это человек, и он спросил, как вы думаете, что люди будут читать в 10 лет? Он ответил так, что «Я думаю, что они будут читать. Многие они будут читать, но я думаю, что они будут читать. Но я думаю, что они будут читать. Я согласен с его мнением, но каждый год, Многое количество людей людей демократится. Почему это происходит? Другие. Все, у нас есть своя работа, что должно быть сделано. Мы не имеем time для того, чтобы читать. Моя мама улучшает проблемы. Она училась в университете. Она училась в университете. Она очень интересна в книгу, но она не хочет их читать. The second reason is electronic devices. As you know, electronic devices are replacing books now. People replace reading with other activities. The most popular of them are watching TV, surfing the internet, and some other activities, for example, video games. But I think you will agree with me that reading is very important for us. Let's sort out, why is it so important? Firstly, reading helps an individual to tune off from all problems and reality at all. I think NIS students know what does the worst stress mean. Achievements, assessments, and marks. Sometimes we need some effective relaxation. So, good book and cup of tea, what can be better? Also, reading develops your imagination. As you mentioned, everything happening in the book. Very often, I hear complaints from my classmates. They saw a film based on a book, and they didn't like it. Unfortunately, it happens because a film based on a book is a self-vision of a director, and your visions are not the same. Let's go on. Reading improves your speaking skills. The one who reads a lot is more grammatically correct when speaking than others. Would you like to talk to a person who cannot express his thoughts as good as he wants them to be expressed? Honestly, I would not. It's a big pleasure to listen to a person who can. Once I had homework on literature, I had to read a composition of one Russian famous writer, and find out problems that he wants us to think about. It was very, really, very hard for me to find these problems. Sometimes they can be hidden very deep, and it makes your mind work and try to find it. The next is reading improves memory. When I was ten, I started reading a lot. Since I was in fourth grade, it was very hard for me to remember all the information I got. But slowly, step by step, I learned how to remember everything I want and everything I don't want also. Also, reading improves your vocabulary. Actually, I never missed both by a good book. But the word good doesn't mean book size, gender, or author. Good book means book that can enlarge your knowledges in different spheres, like economics, politics, or history, maybe. So, our ancestors tried to make the process of reading more comfortable and useful. We have a big library full of any types of books in our school. So, do not miss this opportunity to improve yourself. I want to finish my speech with words of famous English poet and writer. A book worth reading is worth buying. So, do not miss this opportunity to buy good book. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Aida Batruba by half grade 10th grade 2. Thank you very much. Так вот, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Аида. И прежде чем я начну свою речь, пожалуйста, не садите ее сроку, потому что это мое первое выступление на TEDx. Так вот, уважаемые друзья, сегодня я буду выступать в роли философа. И мы будем сегодня обсуждать такие темы, как отговорки и мотивация. И проведем линию взаимосвязи между этими двумя понятиями. Так, давайте начнем с корня. Что такое мотивация? Итак, мотивация — это когда вы заинтересованы что-либо делать. Правильно? И уровень вашей мотивации будет влиять на уровень вашего успеха, дело, которое вы совершаете. И тогда, когда вы уверены в себе и у вас есть какая-то мотивация, ваше дело пойдет в гору. Например, мы знаем, что у каждого человека есть свой способ мотивации. Ну, то есть у него индивидуальная мотивация, и он сам выбирает для себя, как себя мотивировать. Например, у меня мотивация — это бутерброд с колбасой и сыром плавленным. Так вот, например, когда я делаю уроки, я начинаю думать про этот бутерброд такая. Вот, если я сейчас сделаю эти уроки, я сделаю это максимально эффективно, чтобы тысячу раз не повторять это занятие. И вот я сделаю уроки, а потом я пойду скушать свой мотивирующий бутерброд. Так вот, я говорю вообще элементарные вещи, которые известны вам каждому здесь сидящему. Но зачастую мы забываем о мотивации, зачастую мы постоянно используем эти отговорки, которые мешают нам достигать поставленных целей. Так вот, давайте перейдем к тому, что есть мотивация для меня. Мотивация для меня — это, во-первых, конкурентоспособная среда. То есть, когда я нахожусь среди людей умных и создаю вокруг себя общество, которое начитанное и образованное, то я сама начинаю стремиться к быть такого же уровня, что и эти умные люди. То есть, я повышаю свою планку и ставлю перед собой цель расширения своего внутреннего потенциала и своего внутреннего мира. Правильно? Правильно. Так вот, дальше. Да что? Так вот. Так вот, через эту мотивацию я расширяю свой внутренний мир. Второе, то, что мне помогает оформлять, — это мечта. Мечта путешествовать по миру. То есть, когда я думаю, вот я завтра, если я сегодня сделаю это дело, то завтра я пойду и буду путешествовать по этому миру. То есть, я вдохновляюсь через это. Кстати, вы знаете 15 мотивационных высказываний от студентов Гарварда? Да, да, да. Ай, молодцы. Так вот, перечислю вам три мотивационных высказывания, которые вдохновили лично меня. Первое, сегодняшние слюни станут завтрашними слезами. Второе, даже сейчас ваши враги читают книги. Жадно листают книги, да. И третье, вы постоянно жалуетесь, что учеба — это трудно, учеба — это страшно. Но жизнь — это не есть учеба, это лишь ее маленькая часть. И если вы не можете преодолеть даже эту маленькую часть, то что вы вообще тогда способны? Далее, давайте вспомним, что такое отговорки. Отговорки — это слово, которое мешает вам мотивироваться. Это слово, которое мешает вам идти к своей цели. И если у вас есть какие-то отговорки, вспоминайте одно великое, просто гениальное высказывание. Самый целеустремленный человек в мире — это человек, который хочет в туалет. Вот, например. Давайте вспомним, какие у вас есть отговорки. Первое — я устал. Второе — мне было лень это делать. Третье — ну, не знаю, там, у меня не было времени. Или четвертое — я такой странный, я такой тупой, ничего не умею. А назад... или там что-нибудь другое. Ну, например... Какие у вас еще есть отговорки? А, да, завтра. Или я сделаю это завтра. А теперь давайте проведем аналогию с этим туалетом. Первое — я описывался, потому что я решила сделать это завтра. Я описывался, потому что у меня не было времени сходить в туалет. Я описывался, потому что... Вот, посмотрите, у меня ноги длиннее, естественно, дать это туалет. Теперь посмотрите, к чему приводят ваши отговорки. К тому, что вы описываетесь перед публикой. Это хорошо? Нет, это плохо. Потому что вы просто позоритесь перед публикой. Это не есть хороший результат, которому вы приходите через эти отговорки. Вам нужно поставить перед собой четкую цель, идти к этой цели. Вы должны определить для себя, что для вас важно, что есть для вас мотивация. Вы должны идти направленно, топать, перегибая все на своем пути и стремиться к своей цели, потому что вы это можете. Вы должны идти, несмотря ни на что, и верить в себя. И главное, это следовать цели, которые вы решили для себя сами, а не которую вам навязали люди извне. Вы должны делать то, что вы считаете сами для себя, что правильно именно для вас. Не для твоей подруги, не для твоих родителей, учителей, каких-то психологов, а именно для вас. И вы должны понимать, что есть для вас, что есть цель для вас, и что есть для вас мечта. И стремиться к ней, и преодолевать все преграды, которые стоят у вас на пути. И для чего вы будете выполнять данную цель. И зачем? Ради показухи, или ради понтов, или для своего личностного счастья. Вот что важно сейчас и здесь. Выполнить то, что вам важно. И вот эта мотивация будет вам ключом. И не смотрите, не обращайте внимания на какие-то отговорки. Вспоминайте фразу, которую я вам только что говорила, что самый целестремленный человек, это тот, который ходит в туалет. И когда вы будете вспоминать эту ситуацию, сравнивайте себя с этим человеком. И также вы должны понять для себя, что мы все хотим выполнить какую-то важную цель в этой жизни. Выполнить какое-то важное дело. И единственный способ выполнить это важное дело, это стремиться к нему и любить это дело. Если вы не нашли то дело, которое вы любите, то вы должны идти к этому делу и искать его. И никогда не забывать про это дело. Даже если вы должны упорно идти и искать его, то есть не прекращать никогда эти поиски. И если вы как только найдете свою цель, как только вы найдете то дело, которое вы любите, то никогда не отпускайте его и верьте в него всей душой. Только тогда вы придете к тому эффекту счастья, которого вы хотите добиться. Это есть та цель, к которой я пришла сюда. Вот зачем я рассказываю здесь и распоминаюсь перед вами про мотивацию и про какие-то цели. Это для того, чтобы вы поняли, что все, во что вы верите, это важно именно для вас. Вы должны стремиться к этому и не смотреть на то, что говорят снаружи. Вы должны верить в себя и верить в себя и верить в то, что вы думаете. Спасибо, Алида. Мы всех мотивировали, да, хоть чуть-чуть. Теперь давайте поприветствуем следующего спикера Арсенка Ставича. Спасибо, что никто не уходит. Я думаю, на это есть несколько причин. Мотивация. Сегодня выйдет такие у нас маленькие мудрецы, да. Я так сижу, думаю, сколько им, сколько лет? Вы должны, вы должны. Окей. На самом деле, очень интересное выступление. Я каждое меряю на себя и находил какое-то из своей жизни какие-то общие моменты. Начнем с того, что в 91-м году, да, независимость, когда наши учителя некоторые были в УЗИ, я пошел в первый класс. И это событие четко отразилось в моей голове, потому что я помню, что пришла ЗАУЧ и сказала, все, мы теперь независимые, и мы букву А будем писать вот так. С черточкой. Раньше писали фигурное. Кто учился, помнит, да? Хорошо, давайте начнем мою презентацию. Простые механизмы. Кто-то помнит такой термин? Да. А что это значит? Ну, давайте вспомним, что это значит. Так, значит, есть такие приборы, да, такие механизмы, которые используются очень давно, и которые помогают человечеству на протяжении того времени, когда они были открыты. Два основных свойства у этих вещей, это изменять количественность силу, да, то есть, надавил 5 ньютон, вышло 10 ньютонов, да, и второе, направлять в другую сторону. Дальше вперед, а выходит там вправо, влево, вверх, без разницы. Это два основных принципа. И вот их 6 видов основных, да. Я не буду их перечислять, вы их все помните седьмого класса, да, надеюсь? И в седьмом классе нам говорили, что простые механизмы, они такие простые, золотое правило механики, туда-сюда, значит, все очень легко. Но придя в старшую школу, нет, не назад, вперед, они чуть-чуть становятся сложнее, да, и я уже не такие простые механизмы, и придя в вуз, вы понимаете, что вау, учитель обманывал меня. Так, идем дальше. На самом деле, простые механизмы, они очень важны в нашей жизни. Они очень элементарные, но когда они собираются вместе, когда они начинают работать вместе, они могут привести ко много чуни, да. То есть в повседневной жизни мы боремся, каждый день простыми механизмами. Так же, как мы каждый день болеем флю, каждый день мы болимся чем-то из них. И повторюсь, они очень важны, они очень важны, потому что человек, такое существо, мы ленивы по натуре, и мы никогда не хотим, для чего их придумали? Для того, чтобы облегчить свою жизнь. Понимаете? И каждый день эти механизмы помогают нам облегчить жизнь. Но это такая метафора, да, с чем я буду сравнивать свою основную идею. Идем дальше. Семь чудес света. Все знают их? Да. Ну давайте, как это называется? Пирамиды. Ну давайте полное название. Великая пирамида Гизы была построена при помощи простого механизма. Следующий. Ну давайте, интеллектуалы. Висячие сады называются эти вещи, да? Висячие сады в Алионах. Находятся сейчас в Иране. Следующие. Зевс. Все это было построено при помощи простых механизмов вот этих маленьких вещей. Такие великие вещи. Итак, дальше. Это, конечно, не Стив Джобс, но он тоже был известный. Хорошо, следующее. Следующее. Ковас Радосский, да? Почему, наверное, вы их не знаете? Потому что их давно уже не существует. Но они были, они разрушены. Маяк Александра, да? Все эти вещи были построены при помощи простых механизмов. Сейчас, с прошлого года, да, или с позапрошлого, выбраны новые семьи чудес света. Вот они представлены перед вами. И опять-таки, все эти гигантские конструкторы. Не было роботов, не было экскаваторов, не было, не знаю, там, рабочих техперсоналов. Были простые механизмы, при помощи которых строили такие чудесные здания. Он масштабный. Итак, идем дальше. И вот. Вот она. Кто может назвать, какой простой механизм здесь используется? Наклонная плоскость. Дальше. И дальше. Как наоборот? Плоскость наклонная? Это наклонная плоскость. То есть, смотрите. Сам по себе ничего сложного. Он очень маленький, очень простой. В комплексе это помогает нам построить что-то большее. Идем дальше. Итак. Каждый из нас, каждый человек в этом мире сам по себе кажется, что я очень простой, никому не нужный, да, комплекс неполноценностей и так далее. Потому что ты маленькая, какая-то гаечка. И даже когда они вместе, все равно как-то. Вот мы сидим в Питером с друзьями, мы гики, там что-то Гарри Поттер, Гарри Поттер. И кажется, что мы какие-то не особенные, ничего интересного в нас нет. Но, когда мы образуем социум, когда мы образуем сложные связи социальные, мы можем превратиться во что-то очень большее и очень ценное, которое может стоить очень дорого. Допустим, наша школа, как социум, все мы индивидуально кажемся себе или кому-то снаружи, да, что у меня есть прыщи, я буду рвать волосы. Но, когда мы работаем вместе, когда каждый из нас находит какое-то место в этом социуме, мы можем превратиться во что-то очень ценное и очень дорогое и очень великое, как 10 чудес, да. Идем дальше. Я буду говорить о себе. Я родился в семье инженеров. Мой папа и моя мама, они инженеры-строители. Они познакомились на Байконуре. Никогда мы не были кем-то... Ну, как многие думали, когда я приехал в Тарас, что у меня папа, как минимум, в министерстве сидит. Нет. Они простые рабочие люди. Я родился вот в такой семье замечательной, Байдуковых. И по жизни я был простым человеком. Сейчас я покажу дальше. Я ходил в простую школу 86, которая находится в Караганде. Она выглядит сдалека красиво, но если близко подходить, она страшно укиснуется. Я потом поступил в чуть-чуть лучше школу, которая называется по значку. Дарын, которая была бывшим садиком и тоже было неудобно в ней учиться. Первые уроки нас называли «Дети гардероба», потому что аудитории не хватало и мы учились в гардеробе. Я поступил в простой казахстанский вуз. Еще один миф насчет вашего директора, что как будто я учился где-то за рубежом. Нет, я учился в Казахстане. И в доказательство того, что очень простой человек, следующая фотография, вот такой был комплекс неполноценности. Сейчас он из крайности в крайность пришел. Раньше мне не хватало моей неполноценности, теперь я полноценен. В некоторых листах больше, чем нужно. Что заставляет меня быть мотивирован, заниматься спортом, но не всегда получается. Так. Нет, нет, ну ладно. Да. Да. То есть, в принципе, я очень простой. Я и был, и есть этой маленькой шестеренкой, но вокруг меня всегда были люди, которые помогали мне или тем процессом, которым я занимался, быть лучше, быть сильнее. И очень важно было найти свою роль в жизни. Я вообще учился на инженера. Инженер теплофизики. Но попав в школу, я понял, что это мое место, это то место, где я хочу быть шестеренкой, это тот процесс, который я хочу, чтобы он был дороже и лучше. Итак, дальше. Вот мой первый класс. Обратите внимание, это моя аудитория. Самая дальняя аудитория от кабинета директора. Очень удобный кабинет. Никогда меня никуда не вызывали. Можно было делать все, что угодно, никто не знает, что ты там делаешь. Обратите внимание на доску. Ее не видно, да? Да. Это не ваши интерактивные доски. Это было круто. Чтобы на ней писать, ее нужно было каждое лето красить заново. Ну, специальной краской. Обратите внимание, что стоит на полке слева, да, от меня. Это ведро из-под краски. Потому что до туалета было очень далеко ходить с ним. Нет, я туда... Нет, я тряпку выжимал ее. Можете ли вы сказать, что этот человек... На эту фотографию смотрите. Что этот человек будет зарабатывать через определенное время очень много денег. Ну, я не скажу, сколько. Но можно ли по этой фотографии сказать? Да, учитель в самом дальнем кабинете с ведром из-под краски будет зарабатывать как директор летнейшей школы в республике. Да, да. Но я работал над собой. Я всегда старался что-то улучшать в себе. Такое было. Я очень... Я читаю... Я не помню, со скольки лет я читаю. Я читаю постоянно. То, что Рита говорит... Она была наркоман, да? По книгам. Я наркоман со стажем. Потому что я даже в Ауле забирал книги, чтобы читать летом. И один раз я... Я всегда прятал свои книги за телевизором. Потому что Татейшеская вауля почему-то разжигала ими книги... Камиль. Вот. Хорошо. Я был учителем, но я всегда оставался с собой. Даже сейчас я... Не такой директор, наверное, не нормальный какой-то директор. Но я всегда оставался с собой. Я был необычным учителем. Следующий, может. Да. Я был... Как джедай. Следующий. Да. Я был совсем ненормальным учителем. И это нормально. Это нормально. Я всегда пытался остаться с собой. И я очень рад, что я не был один такой. Что у нас было всегда несколько таких. И вместе мы работали лучше. Мы начинали много проектов. Мы переставали казаться такими незначительными. Потому что за счет того, что мы находили свое место, нужное место, мы работали над собой. Мы улучшали себя и свое окружение. Идем дальше. Ай, нет. 2010 год. 2010 год. Переводный момент. Это первый шаг на пути к директору. Но я не знал, в тот момент, что я был. Это шаг из кабинета самого дальнего в школе Дарын в астанинскую школу ФМН. На то время это была одна единственная школа по всей республике. Где мы познакомились с моим коллегой, который до сих пор мой коллега. Я очень рад этому. с которым мы вместе ездили на черепахах. Но опять-таки, даже придя в престижную школу, даже имея кабинет на 25 миллионов, став учителем в одной из престижнейших школ, я оставался с собой той же шестеренкой, но уже чуть-чуть покруче. И в доказательство этому... А, нет-нет. Там-то тут доказательств нет. Ничего смешного нету. Хорошо. Следующий этап в моей жизни я становлюсь директором. очень такой деталью. Но то, кем я сейчас являюсь, это не я один. Вот эта школа, это не я один ее сделал. Вот вы со мной ее делали, учителя, ученики, наши выпускники, Student Voice, который сегодня вам говорил, что вы должны делать в этой жизни. Но, тем не менее, я остаюсь самим собой. Я помню, откуда я вышел и что я все еще маленькая шестеренка. Идем дальше. Деталь, да? Простой механизм. Вот такой я бываю иногда. Я думал, что это будет смешно, но ладно, идем дальше. Итак, если смотреть в этих масштабах, в тех масштабах, которые представлены на слайде, то все еще я маленькая деталь, все еще я какая-то частичка этого мира. Но я очень рад, что я нашел свое место, я очень рад, что все мы вместе можем двигаться и улучшать. И я хочу... В чем основная моя мысль? Простые механизмы, они могут сделать многое. Простые механизмы, они помогают улучшить все, что вокруг нас. Но простые механизмы будут работать только тогда, когда они найдут свое место и начнут в команде, все вместе изменять свое окружение. И только от этого зависит... Следующее можно. от этого зависит вот та страна с голубеньким флагом, какое оно, она займет место, да, в этом большом механизме, называющей Земля. От того, как мы себя ведем индивидуально, каждая жестеренка, каждый простой механизм в этом большой машине, как он себя ведет, где он находится, от этого зависит, какое у нас будет общее положение в будущем. И последний слайд. Да. И, уважаемые участницы, перед вами стоит выбор, в каком механизме работать вам в будущем. Следующее есть, что мы слышим? Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Александрович. На этом все. Надеюсь, всем понравилось. Спасибо за внимание. Большое спасибо нашим спикерам. Спасибо и прошу на это. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok